С января 2014 вузам разрешили изменить список вступительных экзаменов. Такие поправки в законе вызвали волнение в среде будущих студентов. Однако в региональном комитете образования говорят, никаких существенных изменений не будет. Высшие учебные заведения могут оставить старый перечень предметов. Большинство из них этим правом воспользовались. Итак, ребят, мы продолжаем работу над частью С, ЕГЭ. Оценивается она по 12 критериям, вы в курсе знаете, какие, да? Около 6 тысяч выпускников готовятся к сдаче ЕГЭ в Курской области. В 11-м А42-й Курской школы обучение в самом разгаре. Ребята знают, куда поступать и уже убедились, что никакие поправки их не коснутся. Светлана Дудник к выбору вуза отнеслась серьезно. Девушка будет поступать в столичный университет управления. Я решила поступать на специальность логистика. Это профессия востребована в нашем 21 веке. Для этого мне надо сдавать все общество и иностранный язык. Если 11-ти классников перемены не коснутся, то ученики 10-х классов пока уделяют одинаковое внимание всем дисциплинам. С репетиторами я сейчас не занимаюсь. Пытаюсь сама находить какой-то материал. Хожу в библиотеки, книги беру. Тесты решаю, конечно. Ну, потихоньку вот так вот стараюсь. Юля Кисова ставит высокую планку МГИМО. У девушки тяга к языкам, поэтому выбор пал на факультет международных отношений. Математику, историю, французский и английский языки девочка уже сейчас усиленно изучает. К тому, что в следующем году список вступительных экзаменов может измениться, она готова. Да, я знаю, какие будут экзамены, возможно, какие-либо изменения, но я надеюсь, что я смогу подстроиться. До 1 сентября 2014 года ничего не изменится, утверждают специалисты. Министр образования 21 февраля направил официальное письмо в каждый вуз. Он рекомендовал оставить прежним список экзаменов для поступления. В ряде вузов к его советам прислушались сразу. После этого письма и в других высших учебных заведениях, там, где были незначительные изменения, они будут поправлены с учетом того, к чему готовились дети в предыдущий период. Отметим. Досрочная сдача ЕГЭ начнется 21 апреля. А 26 мая единый госэкзамен стартует для всех выпускников российских школ. Инна Зекунова, Денис Федорков, Телеканал СЕЙМ.